Приветствую всех зрителей и подписчиков канала, с вами Юля, и сегодня мой обзор посвящен игре The Evil Within 2. Разрабатывала ее студия Tango Gameworks от Синзи Миками, легендарного продюсера, подарившего нам серию Resident Evil. По словам создателя, если первая часть The Evil Within похожа на Resident Evil 4, то The Evil Within 2 ближе к первой части Resident Evil. Разработка сиквела началась еще в 2015 году, вскоре после завершения работы над последним дополнением к первой игре. Структура The Evil Within 2 будет не такой, как у предшественницы, игру не разделят на множество глав, а сделают почти бесшовной. Главной особенностью игры станут расширенные возможности и большая свобода действий. The Evil Within 2 – история о тайнах и персонажах. Для того, чтобы раскрыть тайны, придется погрузиться в мир игры и столкнуться с его ужасами. Разработчики отметили, что The Evil Within 2 будет рассчитана не только на тех, кто прошел первую часть, но и на абсолютно новых игроков. В сиквеле будет достаточно много информации о событиях предыдущей части, так что новички смогут легко разобраться в сюжете. Нас ожидает большое количество головоломок, много времени придется потратить на изучение локаций и на сражения с монстрами. Сюжет игры стартует через 3 года после истории первой части The Evil Within. Главный герой – детектив Себастин Кастеланос, ранее переживший череду ужасных событий, намерен вернуться в мистический мир. Герой стал выглядеть еще мрачнее, и скорее всего это не предел, ведь по некоторым слухам его дочь Лили, которая трагически погибла при пожаре, все еще жива. А это значит, что Себастин готов сделать все возможное для ее возвращения домой. Лили была похищена, ее использовали для создания новой системы, и сейчас она заперта в ней. Чтобы спасти дочь, ему придется вернуться снова в жуткий и опасный мир, который едва не погубил его в прошлый раз. Себастин понятий не имеет, во что он ввязывается, он просто хочет спасти свою дочь. В The Evil Within риск остается всегда, независимо от того, где вы находитесь. Мы будем исследовать жуткие закоулки кошмарного мира в поисках Лили. Это будет опасный город Юнион, в нем много как открытых пространств, где вы можете исследовать все вокруг и продвигаться с удобной для вас скоростью, так и маленьких тесных помещений. Но даже там опасность подстерегает вас за каждым углом, и нужно соблюдать осторожность. Вам предстоит столкнуться как со страшными созданиями, желающими уничтожить героя, так и с уникальными врагами, для уничтожения которых потребуются особые способы убийств. Но это вовсе не значит, что у главного героя появился контроль над ситуацией. Лили находится непонятно где, и никому из них неизвестно, что происходит в Юнионе. Кроме Себастина, во вторую часть вернутся и другие герои. Он поддерживает связь с Джули Кидман, которая будет подталкивать его в нужном направлении. Очень вероятно, что она займет одно из ключевых мест в сюжете, но это не точно. Что же касается оружия, то у него можно увеличить урон, вместимость магазина, скорость стрельбы и перезарядки. Стало известно, что легкий уровень сложности стал еще проще, чем в оригинале. Сделано это для того, чтобы игра была доступна и понятна максимально широкой аудитории. Всего в игре будет три уровня сложности – легкий, средний и тяжелый. Неизвестно, будет ли третий доступен изначально, или же его придется разблокировать, как в первой игре. В оригинале также присутствовал режим New Game+, позволяющий начать игру, сохранив оружие, снаряжение и предметы из предыдущего прохождения. В этот раз авторы постарались реализовать в игре крайне напряженную и неуютную атмосферу и проработанных персонажей. Основная цель состоит в том, чтобы создать сюжет более захватывающим. В то же время, они стремятся заставить играющих испытать животный страх. Любители экшенов и жестокости однозначно не будут разочарованы. The Evil Within 2 расскажет более личную историю, поэтому игровое окружение в большой степени будет отражать психологическое состояние героя. Все ваши случаи паранойи покажутся прогулкой в парке по сравнению с несчастным Себастьяном, зажатым между монстрами, бродящими вокруг. Что ж, если вы не напуганы, погрузиться в мир игры вы сможете в пятницу, 13 октября. Она выйдет на всех платформах. Большое спасибо всем за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами была Юля, всем пока-пока!